Добрый день! Вы смотрите новости на 12-м канале в студии Екатерина Булучевская. И вот о чем расскажем прямо сейчас. В очередной раз оправдала название смертельной ДТП на трассе Омск-Тюмень. Инспекторам пришлось частично перекрыть автодорогу. К комфорту предпочитают коммунальный ад. Давайте мы сейчас уведомления вручаем. Уходите, ради бога, отсюда все! На! Жильцы аварийной пятиэтажки не спешат покидать свои квартиры. Почему благоустроенный угол не привлекает и какая судьба ждет разрушающиеся здания? Отправился в большой город на заработки нелегальные. В боковом кармане куртки надетые. Вот у нас на гражданина. Обнаружены свертки. Омская полиция задержала наркокурьера, который приехал из Каменск-Уральского, чтобы делать закладки. Вступить на скользкую дорожку не всегда плохо. Лед получается шикарный. Сегодня профессиональный праздник у тех, от кого зависит успех хоккеистов и фигуристов. И это не тренеры. В стане волчиц прибыло. Я быстрая, ловкая. Вот. Ну, плюс защита, естественно. Нефтяник пополнился опытнейшей баскетболисткой. В начале выпуска о смертельном ДТП на трассе Омск-Тюмени. Из-за крупной аварии утром движение на автодороге ограничили. Но к этому часу участок дороги в Крутинском районе частично открыли. При этом объезд через село Зимино по-прежнему действует. Что касается ДТП, по предварительной информации, 40-летний водитель КамАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фурой. Мужчина, управлявший грузовиком, погиб на месте. А 35-летний водитель фуры с тяжелыми травмами госпитализирован в Омскую больницу. На месте работают два экипажа, один из которых отдельно специализированные роты. И в настоящее время уже освобождена одна полоса для движения. Сотрудники ГИБДД проводят распорядительно-регулировочное мероприятие. Уборку городских улиц от снега и наледи на личный контроль взял глава региона. По словам Виталия Хаценко, после метели дорожные службы, хоть и трудятся в круглосуточном режиме, от Омичей все равно массово продолжают поступать жалобы. Губернатор отметил, что работу по зимнему содержанию областного центра нужно вести более активно. Виталий Хаценко поручил мэрию, управлению дорожного хозяйства и благоустройства, а также окружным администрациям вести мониторинг социальных сетей и оперативно реагировать на все обращения Омичей. Также глава региона сегодня намерен лично проверить, как ведется уборка городских улиц от снега и наледи. В регионе зарегистрирован первый случай бешенства в этом году. В деревне Зеленовка Омского района во двор одного из частных домов забрела леса. Хозяин поймал животное и передал в региональный Россельхознадзор. Как заявили в ведомстве, при осмотре дикого зверя выяснилось, что леса была заражена бешенством и теперь в селе объявлен карантин до 2 марта. Отмечу, за прошлый год в регионе было выявлено 30 случаев опасного заболевания. Жизнь как на пороховой бочке. В аварийной пятиэтажке на улице 50 лет профсоюзов ввели режим ЧС. Здание разрушается, коммуникации приходится отключать. Иначе, по словам специалистов, может произойти трагедия. Однако собственники квартир не спешат собирать вещи и переезжать. К местным приехали представители мэрии с уведомлениями и просьбой срочно сменить опасный для жизни угол на благоустроенный. Альтернатива есть, но люди вновь отвечают отказом. Ситуацию уже взял на контроль глава следкома России Александр Бастрыкин. Репортаж Анастасии Донец. Давайте мы сейчас уведомления вручаем. Уходите, ради бога, отсюда все. На! Пробираясь по непроглядной белой пелене полуразрушенных подъездов, представители администрации вместе с сотрудниками полиции пытаются найти и уговорить последних жильцов пятиэтажки на 50 лет профсоюзов покинуть аварийное здание и переехать в новое жилье. Но получают отказ, мотивировать который собственники комнат в бывшем общежитии могут не сразу. Почему вы не хотите туда переезжать? Ну, потому что, во-первых, я уже говорила, вот эта душевая кабина, она шатается, она неустойчивая. В этом доме кабины нет вообще одна душевая на пять комнат. Кроме того, на стенах трещины, кирпичная окладка разрушена, в подвале кипяток, пар валит в подъезды и коридоры. Здесь не то, что жить, дышать невозможно. Повсюду грибок и плесень. Эта пятиэтажка была признана аварийной еще в 2016 году, а в декабре прошлого года людям начали вручать ключи от новых квартир в новостройках на улице Первой Красной Звезды. Установлена новая электрическая плита, внутри гарантия, внутри техпаспорт. Все полностью работоспособное. Новые двери. Установлена душевая кабина, новая сантехника. Большая часть жильцов аварийной пятиэтажки уже переехали в новые квартиры. Например, семья Марковых сейчас радуется не только новоселью, но и рождению малышей, близнецов Мирославы и Ярослава. Радостно. Правда радостно. Там очень страшно было. Там проводки, все вот это искрилось. Сейчас вообще хорошо, прям спокойно спим хорошо. И тепло, и все. Даже слезы на глазах. Сейчас большая часть жилых секций пустует. После того, как хозяева квадратных метров уехали, появились мародеры. Все, что смогли, унесли. Остальное разрушили. В результате дом остался практически без отопления электричества. В ближайшее время все коммуникации будут и вовсе отключены. Сегодня в аварийном доме на 50 лет профсоюзов 81 вели режим ЧАЭС. А это значит, поставщики коммунальных услуг больше не могут обслуживать пятиэтажку. Это опасно для жизни людей. Оставшимся собственникам, а всего их 13, было предложено переселиться в квартиры маневренного фонда. На сегодня маневренный фонд у нас в двух домах. Это на 40 лет ракетных войск и на загородном 14. На загородном 14 у нас в прошлом году были отремонтированы помещения. На сегодня это хороший кирпичный дом с ремонтом, буквально окончившимся в декабре 2023 года. И с теплом, со всем обеспечением. После этого амичи смогут переселиться в свои новые квартиры. Но при одном условии, что у них есть право собственности на комнаты в доме на 50 лет профсоюзов. Тем же, кто снимает жилье в аварийном доме, а такие есть, придется искать новое. Анастасия Донец, Дмитрий Алдыкепченко, 12 канал. В Омске задержали 20-летнего наркокурьера. При себе у него было 67 свертков для потенциальных закладок. В боковом кармане куртки надеты. Вот у нас гражданина. Обнаружены свертки. Перемотонощение изоляционной лентой. В свертках оказалось около 30 граммов метадона и еще 300 граммов синтетических наркотиков. И героина оперативники обнаружили при обыске съемной квартиры у курьера. Там же находились весы и упаковочный материал. Задержанным оказался житель Свердловской области. По версии следствия, в наш регион он прибыл в конце октября. Здесь получал крупные партии наркотиков. После чего фасовал и делал закладки. Сейчас задержанный находится под стражей. На него заведены сразу 9 уголовных дел. Молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. И расследование продолжается. Оперативники устанавливают подельников наркокурьера. В регионе увеличили плату за детские сады. Приказ об этом опубликован на сайте регионального министерства образования. Изменения действуют с начала года, так что уже за январь платежки рассчитают по-новому. Стоимость дневного пребывания в детском саду увеличится в среднем на 3-4 рубля. Это зависит от времени нахождения ребенка в учреждении. Добавлю, что последний раз плату за детский сад повышали год назад. Кстати, впервые за 8 лет. Рост составил почти 25%. В Министерстве образования это объяснили увеличением стоимости продуктов питания. К празднику крещения на омских водоемах планируют оборудовать 38 купелей. Сейчас специалисты МЧС обследуют реки и озера на безопасность. Лед в местах омовения должен быть прочным, без промоин, а берега пологие и широкие. Сама купель не глубже полутора метров. Спуски в прорубь спасатели оборудуют деревянными лестницами. Кроме того, в православный праздник у мест омовения организуют дежурство. Следить за порядком и безопасностью будут 350 спасателей, а также сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Полный список купелей будет опубликован на сайте регионального управления МЧС в ближайшее время. Тест на готовность открыть свой бизнес при заключении социального контракта ввели ряд новшеств в этом году. Чтобы получить государственную поддержку на развитие индивидуального предпринимательства, нужно пройти специальное тестирование. Об этом сообщает областное министерство труда. А МЧС будут проверять на уровень бизнес-компетенции. При этом кандидату, который не обладает достаточным количеством знаний, помогут в рамках дополнительного обучения. Кроме того, упростили подачу документов. Необходимый пакет принимается в электронном виде. Напомню, максимальная выплата на организацию или развитие своего дела составляет 350 тысяч рублей, а наличное подсобное хозяйство – 200 тысяч. Средства можно использовать только на цели, указанные в бизнес-плане. Зрелищные хоккей, яркие выступления фигуристов – их заслуга. Сегодня профессиональный праздник отмечают ледовары – специалисты, которые следят за качеством покрытия на спортивных аренах и на дворовых катках. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1901 году, изобрели ледовый комбайн для заливки. Сегодня эти огромные машины всего за несколько минут приводят в порядок целой арены. В тонкостях редкой профессии разбиралась Анна Кокорина. Точные передачи, уверенное владение шайбой и броски по воротам. Омские ястребы готовятся к встрече с мамонтами югры. Соперник сильный и принципиальный. Впрочем, насколько зрелищным получится матч, во многом зависит от качества льда. На скорость игры, на точность передач, на контроль шайбы. Если лед будет мягкий, скажем так, шайба будет вскакать, перепрыгивать. То есть уже не получится такого комбинационного хоккея. Покрытие в Академии Авангарда многослойное. За ним следят круглосуточно. Пристальное внимание первому черновому слою. В него вмонтирована холодильная установка, поддерживающая идеально для хоккейного льда минус 4 градуса. Для сравнения, покрытие для фигуристов делают мягче при минус 2 градусах. А для шортрека жестче при минус 7. Различия есть и в окрашивании льда. В хоккее 6-7 слоев на черновым делают из белой воды, чтобы шайба на льду была заметнее. Самая ювелирная работа при укладке и восстановлении финишного слоя. Вот баки для воды. В нем очень горячая вода, но сейчас она так сильно не ощущается. Здесь у нас находится срезающее лезвие, то есть плита. Кондиционер комбайна опускается, срезается лед. Посредством вращения шнеков собирается в кучу. И вертикальным шнеком снег перемещается в бункер. Распыление воды проходит через вот эти маленькие отверстия. Вот, собственно говоря, само распределительное полотно. На обновление арены уходит 12 минут и 3 куба воды. Непременно горячий, около 60 градусов. Только так можно расплавить верхний слой и идеально заполнить все сколы и срезы оставшихся от коньков. При этом качество воды тоже имеет значение. Чем она жестче, тем более хрупким будет лед. Вода водопроводная, да. Поступает через систему грубой очистки, систему угольной очистки, а также систему иодирования воды. Вследствие чего у нас очень мало железа в воде, его практически нет. И лед получается шикарный. Кстати, высокая оценка покрытия, говорят ледовары, лучшая награда за труд. Особенно, когда качество отмечают игроки и тренеры молодежной и высшей лиг. Ведь им, с учетом выездных игр, чемпионатов, действительно есть с чем сравнивать. Анна Кокорина, Юрий Репин, 12 канал. А вот чтобы насладиться атмосферой городских ледовых конструкций, у мячей и гостей города осталось всего несколько дней. Праздничные локации у цирка и на территории Омской крепости завершают свою работу 19 января. Об этом рассказали в мэрии. Напомню, в сердце города у памятника Петру I установлена большая и малая горки, чаша-ловушка, фотозона с камином и 16 светодиодных элементов. Тем временем у цирка ледовый лабиринт с горкой, интерактивный фонтан и буквы Омск. За всеми объектами следят специалисты и очищают их от снега. Уже в эту пятницу все конструкции уберут. В теплых остановках Омска вновь заработали видеоэкраны с расписанием движения автобусов. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Напомню, электронные табло перестали показывать время прибытия автобусов и троллейбусов с октября прошлого года. Как пояснили специалисты, была потеряна связь с системой ГЛОНАСС, которая отслеживает движение городского транспорта. Сейчас эту проблему устранили. Правда, теперь вместо времени прибытия ближайшего автобуса или троллейбуса на видеоэкранах показывают расписание каждого маршрута на весь день. Готова подстраиваться под стиль команды пополнения в стане омских волчиц. Новичком клуба «Нефтяник Титан» стала опытнейшая разыгрывающая Виктория Мазур. Баскетболистка начинала свою карьеру в Курске. После играла за Казанскую «Казаночку», Московская «Динамо», Самару и Питерский «Спартак». Чемпионка России среди молодежных команд 2011 года, обладательница Кубка Литвы 2017-го, бронзовый призер Европейской женской баскетбольной лиги 2018-го года. В Омск Виктория приехала недавно и уже приступила к тренировкам. Со многими игроками команды девушка давно знакома, поэтому с первых дней пребывания в составе чувствует себя комфортно. Настрой боевой. Первый матч за омских волчиц Мазур проведет на выезде. Уже сегодня «Нефтяник Титан» отправляется в Новосибирск. Матч с местной командой «Динамо» пройдет 18 января. Я не буду говорить о личных каких-то целях. У меня только есть командные цели. Это помочь максимальной команде, насколько я могу. И выполнить задачи сезона, попасть в восьмерку, закрепиться. Я как разыгрывающая, я быстрая, ловкая. Плюс защита, естественно. Я думаю, что я подойду под стиль игры команды. И еще о спорте определена дата 1-8 финала Кубка России по гонболу, участие в которой примет омский скиф. А состав футбольного Иртыша пополнил серебряный призер чемпионата Кыргызстана. Все подробности узнаем у спортивного обозревателя Алексея Дарьева. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы Владимира Долганова собрали в лагере «Альпийский» Горьковского района более 300 спортсменов из нескольких регионов. В первый соревновательный день определились победители в индивидуальной гонке свободным стилем. Среди девушек лучший результат в своих возрастных группах показали амичка Екатерина Урасова, Ольга Курлович из Томска и Екатерина Вяткина из Новосибирска. У юношей лидерами стали томский спортсмен Макар Аксиненко, новосибирец Алексей Авдонин, а также лыжник из Кемерово Андрей Фликов. Программа второго и третьего дней соревнований включала индивидуальные спринты классическим стилем. По их итогам золотые награды среди юношей завоевали Кирилл Панасюк из Новосибирска, кемеровчанин Тимофей Пригодич и Макар Аксиненко из Томска. У девушек отличились лыжницы из Кемерово Владислава Лобкова и Екатерина Артюшина, а также амичка Анастасия Церр. В заключительный день стартов состоялись гонки классическим стилем с масс-стартом. Победителями среди девушек стали амичка Анастасия Церр, Варвара Григоренко из Новосибирска и Владислава Лобкова из Кемерово. У юношей обладателями наград высшие пробы стали новосибирцы Кирилл Панасюк и Илья Захадюк, а также Макар Аксиненко из Томска. Ряды Омсков и Каиртыш пополнились 31-летним опорным полузащитником Азмауром Гирюговым. Первый успех пришел к Гирюгову на родине в Кыргызстане. Выступая за клуб Абдыш-Ата из города Кант, в 2008 году он стал серебряным призером чемпионата страны. С 2013 года спортсмен живет в России. Играл за Тольяттинский Ладу и Акрон, потом за Ульяновскую Волгу. Этот игрок стал третьим новичком, приобретенным Иртышом в межсезонье. До этого в Омский клуб на правах аренды перешли полузащитник Ленар Шерифулин из Нижнекамского нефтехимика и защитник Кирилл Сараев из ФК Челябинск. Гандбольные клубы «Скиф» и «Воронеж» согласовали дату проведения встречи 1-8 финала Кубка России. Матч состоится в Воронеже 8 февраля. Напомним, что воронежский коллектив выступает в высшей, а омичи в суперлиге. Алексей Дарьев, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. «Аквабан» для тех, кто ценит время и комфорт. Экспресс-мойка автомобилей «Аквабан». Лукашевича 14, дробь 6. Если радио, то максимум 105 FM в Омске. И о погоде. Завтра 17 января в Омске переменная облачность. Ночные часы минус 22, минус 24. Днем до 22 градусов ниже нуля. В районах облачно с прояснениями. Ночью до минус 23. А днем минус 13, минус 17. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Таковы новости. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Ну а я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»!